Эпидемия 21 века так справедливо называют сердечно-сосудистые заболевания. Сегодня свыше 55 процентов от общей смертности в мире приходится именно на ишемическую болезнь, инфаркты и инсульты. Ужасающий факт. Среди развитых стран Россия лидирует по данному печальному показателю. 1 миллион 300 тысяч. Именно столько человек по официальным данным ежегодно умирает в нашей стране от сердечно-сосудистых заболеваний. Если подобная тенденция сохранится, то к 2025 году численность жителей России может реально уменьшиться на 18 миллионов. Но специалисты сферы здравоохранения не сомневаются в том, что такую пессимистичную перспективу возможно предотвратить, соблюдая простую профилактику. Бирают свою роль определенные социальные рекламы и проводимые мероприятия. Ну и прежде всего, конечно, это политика государства, направленная на профилактику. Та же диспансеризация, те же профилактические осмотры. Оживились работодатели, на самом деле, уже действительно не просто из-под палки заставляют своих людей проходить профилактические осмотры. Люди уже сами идут. Сегодня в рамках круглого стола врачи рассказали о том, как вовремя заметить первые признаки нарушения системы кровообращения и что делать, чтобы предупредить их дальнейшее развитие. Кроме того, медики подробно отвечали на все интересующие вопросы из зала. Я заметила, когда я прикладываю мазь Вишневского, у меня исчезает давление. Вот видите, это что дает? Это мазь, что она дает? Все равно нужно соблюдать баланс. Я так могу предположить, что мазь Вишневского просто улучшила венозный отток. Очевидно, правда же? Это болезнь, потому что мы все знаем, что туда входит деготь, он ходит во многие такие целебные борьзамы и в народной медицине широко используется. То есть улучшилось периферическое кровообращение, вы можете этого же достигнуть физической нагрузкой. За последние 10 лет примерно на 15 процентов удалось снизить показатель смертности от болезни системы кровообращения в Приморском крае. Специалисты считают, что регулярное медицинское обследование, коррекция артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови – самые эффективные способы регулирования склонности к заболеваниям сердца. В администрации города Владивостока утверждена и реализуется уже с 2014 года программа «Муниципально здоровый город». В правках этой программы мы силами администрации среди населения города Владивостока пропагандируем принципы здорового образа жизни и донорства крови. Кстати, уже в субботу, 24 сентября, в Доме офицера флота пройдет общегородская акция «Здоровые сердца Владивостока», где можно будет пройти экспресс-обследование на различные показатели сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, в этот день все желающие смогут получить консультации кардиолога и диетолога, врача по лечебной физкультуре и врача по вопросам медицинской профилактики абсолютно бесплатно. Александра Нитая, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.